Приветствую вас, первонаперво хотел бы у вас спросить, почему вас вообще волнует бывший любовник? Ну, он возвращается, он напоминает о себе, делает что-то еще, вам любовник зачем? Если есть любовник, значит есть муж. Если есть любовник, значит с мужем у вас проблемы. С мужем. Если с мужем у вас проблемы, то в первую очередь разбираться нужно именно с этими проблемами. Проблемами с мужем. И только потом уже смотреть на любовника. И никак иначе. Никак по-другому. Только так. Складывается ощущение, по крайней мере у меня, что вы не решаете свою изначальную проблему, которая была поднята еще в прошлом. Вопрос. Проблема заключается в том, что вы в отношениях с любовником. А в отношениях с любовником вы, потому что что-то недополучаете от своего мужа. И все, что нужно вам, это наконец определить, что же вы недополучаете от своего мужа. Что вам нужен любовник. Понимаете? Зачем? Почему вас это вообще вся ситуация волнует? Если вас, например, волнует любовник, то значит с мужем есть какие-то проблемы. Если вас волнует его поведение, значит муж до сих пор вас не удовлетворяет. Ну, полностью, как бы, да, вот. Ну, не делает он того, что должен быть, того, что нужно вам и так далее. Ну, просто не делает он этого. Вот. И это вопрос. Это вопрос куда более важный на самом деле. Понимаете? Дальше. Ну, вот вроде расстались, не звонит, не пишет нигде, ни смс, ничего, никакого общения. Я решил восстановить свою анкету на сайте знакомств. Ничего, что у вас муж вроде как, ничего, что это не решает проблемы с мужем. Зачем вы себя обрекаете на позицию любовницы? Зачем вам это нужно? Подумайте, пожалуйста. Почему, к сожалению, почему, к сожалению, к сожалению, у него там осталась анкета? Ведь логично, что если он с вами расстался, и если вы, условно говоря, как бы изначально познакомились в той позиции, что он любовник ваш, то естественно, что у него сохранится его анкета. А вы ожидали чего-то другого? Почему? Если вы ожидали чего-то другого, то почему? Зачем? Что заставляло вас ожидать чего-то другого? Я хочу, чтобы вы постарались это понять. Это важно. Это очень важно. Очень важно для вас это понять, почему, к сожалению, если вы расстались. То есть у вас есть сожаление о том, что у него там долгое время висит анкета. Сожаление – это ваше желание. Ваше желание – это то, чего вам не хватает. Буквально сегодня было сообщение на сайте от него, вот что ему нужно, не пойму. У мужчины элементарно сработало чувство собственничества, что как-то так у вас будет другой мужчина, когда он был с вами и ни с кем вы больше быть не должны. Ну, как классический мужчина. Он думает, как классический мужчина в этой ситуации. Вот. Это нужно понимать и относиться к этому спокойно. За этим ничего не стоит. Вот. Точнее, не так. Его сообщение ничего не значит. Для вас. Потому что это с равной долей вероятности может быть как и проявление в чувствах к вам, так и наоборот проявление безразличия. Опять же, к вам. По сути. И все. И все. Но для вас, вы поймите, вот для вас, это все никакой роли не играет в норме, потому что у вас есть муж и так далее. Подумайте, почему вас это волнует? Почему вас волнует то, что делает любовник, когда у вас есть свой муж? И подумайте так. Может быть, если у вас есть любовник, может быть, стоит посмотреть отношения с мужем и учиться выстраивать свое поведение именно с ним? Ведь именно это может повлиять на вашу жизнь куда лучше, чем то, что вы спрашиваете сейчас, чем то, что вы делаете сейчас. Чем то, чем вы интересуетесь сейчас, в данный момент времени. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!